Приветствую вас в новом уроке. В этом уроке мы с вами поговорим о модели личности по Эрику Бёрну. Взрослый, родитель и ребёнок. В понимании структуры личности транзактный анализ оперирует двумя моделями. Это функциональная модель и структурная. Структурная модель представляет собой систему интегрированных опытов из разных возрастов, как самого человека, так и значимых других. Эта структура выглядит как три круга, в каждом из которых располагается какая-то некая структура личности, эго-состояние. И эти круги, эго-состояния, каким-то образом между собой взаимодействуют. Очень важно понимать, что все эти три эго-состояния сосуществуют параллельно и активизируются в разное время. Взаимодействие этих эго-состояний возможно как внутри одной личности, это внутри личностные конфликты, например, между внутренним родителем и внутренним ребёнком, так и между разными людьми. Приведу пример. Например, муж, который такой ревнивый, контролирующий, жёсткий в позиции родителя, и его адаптивная жена в позиции ребёнка. Или, например, успешные бизнес-партнёры, которые общаются с собой из позиции двух взрослых людей. Само по себе понимание структуры личности именно в транзактном анализе позволяет вам, во-первых, самому оцените, с какой позиции вы говорите, к какой позиции вы при этом обращаетесь, то есть наладить коммуникации внутри своей личности, чтобы у вас было всё гармонично, и также наладить коммуникацию с другими людьми. Функциональную модель личности можно свести к существованию трёх эго-состояний внутри психики человека. Первое — это родитель. Он бывает критикующий и заботливый. Вторая позиция или второе эго-состояние — это взрослый. В позиции ребёнка будем рассматривать три позиции — это бунтарь, это свободный ребёнок и бунтующий. Рассматриваем немного подробнее. Начнём с эго-состояния родителей. В жизни каждого из нас были значимые другие. Это те люди, послания которых мы воспринимаем. Это могут быть вербальные послания и невербальные послания разной формы, разного содержания. Опыт, полученный от общения с этими людьми со значимыми другими, формирует непосредственно состояние родителя. И здесь в зависимости от формы, которая принимает послание от родителя, формируется как контролирующий родитель, так и заботливый. Эти два состояния — контролирующий и заботливый родителя — могут как равносильно сосуществовать в нашей психике, так один преобладать над другим. Если давать определение родительскому эго-состоянию, то в принципе можно сказать, что это интегрированный опыт, значимый в других в виде приписаний, запретов и разрешений. Такая некая совесть, и многие с этим ассоциируют, но это не только совесть, это некий свод правил, по которым мы живем. Так сказали, так надо и так далее. Человек эти послания, эти правила получает в течение всей жизни. Но именно те послания, которые мы получили в детстве, действуют на нас сильнее всего. Образы и опыт значимых других, которые интегрированы в нашу психику, называются интеракт. Таких интерактов может быть очень много, ровно столько, сколько для вас было авторитетных взрослых людей, которые вас окружали. Чем менее вы слушали, чем менее вы придерживались. Если говорить о структурных частях эго-состояния именно родителя, то мы будем говорить о контролирующем, как я говорила, и заботливом родителе. И я хочу отметить их значимость и пользу для нас, как для личности. Разница между контролирующим и заботливым родителем заключается в той форме послания, которую мы получаем как способ достичь нашей безопасности. Приведу пример. Например, внутренний монолог, если бы из позиции контролирующего родителя, звучал бы примерно так. Эта работа была сделана плохо, ты плохо постарался, так делать нельзя. Ты ничего не стоишь и нужно всё переделать. Или необходимо делать не так. То есть чувствуйте это послание о том, что работу нужно переделать, сделать её иным образом, но она звучит в достаточно жёсткой форме. В то же время заботливый родитель внутренний нам бы сказал, а давай подумаем, как эту работу можно улучшить, какие части этой работы можно улучшить. Вот здесь твоя работа сделана очень хорошо, вот здесь нужно ещё подумать. Ты приложил очень много усилий, какой-то результат уже получил, и предлагают тебе отдохнуть и взяться за работу уже с новыми силами после отдыха. Смысл первого и второго послания в одном. Нужно переделать какую-то часть работы, сделать её лучше, такую некую работу над ошибками произвести. Содержание посланий, в принципе, одно и то же, что нужно устранить недочёты в работе, нужно какой-то кусочек работы переделать. Но при этом форму, которая приобретает послание от контролирующего и от заботливого родителя, разная. Если у человека очень сильно развит внутренний контролирующий родитель, то, с одной стороны, этот человек будет работу выполнять хорошо, но он всё время будет недоволен. То есть вот такой перфекционизм в работе, он будет применен как к себе, так и к другим людям, которые его окружают, к близким, на работе. Он будет это применять везде. То есть такая критика строгая к себе, к своим поступкам, к своим результатам, к своим целям, и такая же критика к окружающим его людям и явлениям. А с другой стороны, у этого человека нет никогда ощущения хорошо выполненной работы. То есть он никогда себя не похвалит, он никогда не испытает этого эмоционального одобрения, то есть сам себя похвалить. И в этом случае очень часто эти люди приходят к тому, что они выгорают, у них теряется мотивация, они на самом деле ухудшают свои результаты постепенно. Если же ваш опыт общения со значимыми другими заключался в получении любви и заботы, понимания и поддержки, в этом случае внутренняя критика будет направлена на то, чтобы вы достигали все время большего и лучшего результата, чтобы в случае неудачи вы действительно могли найти альтернативные пути решения и двигались в лучшую сторону достижения лучшего результата. Психотерапия родительского эгосостояния в этом случае заключается в том, чтобы уравновесить внутренние ощущения от должен, опыта унижения и попыток избежать наказания за выполненные или невыполненные задания. То есть нам необходимо будет уравновесить, например, контролирующего родителя с деструктивной критикой, которая нам иногда помогает, и заботливого родителя, который помогает конструктивной критикой, поддержкой, пониманием, заботой о себе самом. Теперь немного поговорим об эгосостоянии взрослого. Взрослая часть – это та часть личности, которая способна объективно воспринимать то, что происходит действительно здесь и сейчас. При этом принимает адекватные решения на основе ситуации, которая сложилась в данный момент времени, учитывая при этом прошлый опыт, но не опираясь на него полностью. В этой части как раз и находится внутренняя гармония между тем, что человек может, что ему действительно в жизни нужно и на что он способен. Внутренний взрослый формируется тогда, когда человек свободен получать опыт, принимать свои собственные решения, когда он имеет возможность анализировать и сопоставлять факты. Самостоятельно эта часть личности не функционирует. Без заинтересованности, без эмоциональности ребенка очень сложно будет представить только взрослого. Это будет такой сухой прагматичный логик, своего рода внутренний клерк. Активация именно взрослого эго-состояния позволяет более эффективно и качественно адаптироваться к нестандартным жизненным ситуациям, не впадать при этом в острые эмоциональные переживания и, возможно, даже где-то рассчитать ситуацию наперед. Взрослый проявляет себя в открытой уверенной позе, в открытых жестах, в спокойном взгляде, живой интонации. При этом он говорит лаконично, взвешенно и обоснованно. Взрослое эго-состояние при этом выглядит очень уместно и размеренно, как человек с внутренним сильным взрослым. Однако даже такое конструктивное эго-состояние, как взрослым, может с нами сыграть плохую шутку. Например, в отношениях, где от нас ждут проявления эмоций, какого-то интереса, проявления творчества, фантазии, мы будем казаться сухими, через черт безэмоциональными, где-то черствыми. И в детско-родительских отношениях, где нужна будет забота или конструктивная критика, мы также не сможем ее проявить при наличии только взрослого. При этом психотерапия взрослого эго-состояния заключается в том, чтобы уравновесить все три состояния для того, чтобы родитель, взрослый и ребенок. При этом дать себе разрешение на эмоциональный отклик, дать себе разрешение на заботу о себе и на конструктивную критику. Наиболее ярким и творческим является эго-состояние ребенка. Как и в предыдущих случаях, мы говорим, что это состояние интегрированное в нашу психику. Но если в случае родителя мы говорим, что это интегрированный опыт других людей, то в случае ребенка мы говорим, что это свой собственный опыт, зафиксированный, как правило, в большей части детстве. Приведу пример. Вы сталкивались с определенным ситуацией в первый раз. Вы реагируете на нее определенным образом, и это фиксируется в вашей памяти. И даже в взрослом возрасте, попадая в похожую ситуацию, вы впадаете в состояние ребенка. Вспоминаете и ретранслируете ту модель поведения, которая зафиксировалась у вас, будучи ребенком. То есть это свой собственный опыт. В структуре внутреннего ребенка выделяют целых три эго-состояния. Во-первых, это бунтующий ребенок. Во-вторых, это адаптивный. И в-третьих, свободный ребенок. Свободный ребенок представляет собой творческую часть личности, которая свободно заявляет о своих желаниях, о своих интересах, которая открыта максимально к миру. В этом состоянии люди максимально счастливы. Хотя это далеко не конструктивное состояние, но тем не менее оно приносит нам самый большой эмоциональный опыт. Такое эго-состояние развивается у тех людей, у которых в детстве не подавляли их желания и поддерживали такой некий здоровый эгоизм. Не подавляли творческое начало, не подавляли именно «хочу», «мне надо», «мне нравится». Слушали ребенка, слышали и при этом откликались. В такой семье именно взращивается свободный ребенок. Бунтующий ребенок — это результат конфликта между реально контролирующим родителем, каким-то значимым взрослым, или его интроектом, то есть уже интегрировав в нашу психику какой-то контролирующий взрослый, просто как проекция, и реальными желаниями человека. То есть когда вас очень долго подавляют, долго говорят «нельзя», 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 этот процесс становится длительным, может образоваться внутренний бунт. В этом случае формируется поведение внутреннего бунтующего ребенка, которое будет направлено против того, что от него требуют, против того, что ему диктует внутренний или внешний контролирующий родитель. Следующая составляющая ребенка является ребенок адаптивный. Он формируется тогда, когда бунт становится слишком опасным проявлением, и в этом случае ребенку приходится подавлять свои желания и подстраиваться под те требования, под те правила, которые ему говорит контролирующий родитель. При этом, напомню, может быть, как внутренним, то есть внутренний цензор, так и внешним реальным человеком. Это состояние самой лишенной энергии. Здесь мы подавляем свои желания, свои эмоции, здесь мы подавляем все свое поведение. То есть это состояние самое пассивное. В этом случае мы говорим о том, что человек выбирает эту модель как самую безопасную форму взаимодействия с той агрессивной реальностью, с которой он столкнулся. Вербальными или словесными проявлениями ребенка являются национальный отклик, протест и явное проговаривание своих желаний. Невербальный ребенок проявляет свою демонстративность и большую свободу эмоций. При этом психотерапия эгосостояния ребенка заключается в исцелении травмированного, бунтующего ребенка и адаптивного. И позволяет человеку при этом объективно оценивать ситуацию, не впадая в ступор и не впадая при этом в бунт. Также психотерапия в этом случае будет направлена на то, чтобы уравновесить и наладить диалог между родителем внутренним и внутренним ребенком. При этом буфером является взрослый. Так в целом выглядит структура личности в транзактном анализе. Здесь, если мы говорим о терапии, мы говорим об уравновешивании трех эгосостояний и о исцелении травмирующего опыта, полученного на каком-либо этапе. Напомню, что структурная модель, которую мы сегодня рассматривали, по Эрику Берну, включает в себя три эгосостояния. Это взрослый, это родитель и это ребенок. Главную цель, которую преследовал сам Эрик Берн, это научить человека непосредственно оценивать свое эгосостояние, свои интонации, жесты, позы и так далее, и при этом понимать другого человека, из какого эгосостояния говорите вы, к какому эгосостоянию вы обращаетесь при этом в другом человеке, уравновесить свои эгосостояния, чтобы действительно гармонизировать свою жизнь и свою личность. Эрик Берн когда-то заметил, что человек в разных ситуациях занимает разные психологические роли. То есть он может проявлять себя как взрослый, как ребенок, как родитель. И он направил все исследование личности именно на эти состояния. Так он заметил, например, что благодаря внутреннему родителям мы многие действия совершаем автоматически. То есть у нас появляется автоматизм, мы тратим меньше энергии и времени на рутинные занятия. В то же время с помощью ребенка, особенно свободно, мы управляем творчеством, проявляем свои интересы, хобби и самореализуемся в этом мире. В этом уроке мы с вами познакомились с тремя эгосостояниями по Эрику Берна. Это взрослый, родитель и ребенок. Жду вас на следующем уроке.